в работе со своим намерением двигаться к своей цели. Сегодня у нас будет достаточно насыщенное занятие. Хотелось бы подвести итоги по предыдущему занятию. У кого какие вопросы возникли? Если это такие, скажем так, очень острые вопросы, пишите сейчас их прямо в чат, чтобы до конца занятия мы о них поговорили. Если эти вопросы, они могут подождать, то в группе будет создан отдельный такой блог, куда мы будем задавать вопросы. Для вопросов и ответов, да. Также у вас у всех была на неделе встреча со своим коучем. И на этой неделе тоже у вас будет встреча, дальнейший анализ. Вот также у вас будет достаточно такое серьёзное домашнее задание. То есть нужно будет приложить усилия. Вот. Я напоминаю, что сейчас вы присутствуете на таком вводном этапе, подготовительном к программе, которая будет дальше продолжать развиваться по четырём шагам, по работе со своими кармическими партнёрами. И мы бы хотели даже похвастаться, наверное, показать, что у нас есть одно из изданий, которое привезено из Аризоны, из центра Diamond Institute. Тамарина с Питером они переводили, участвовали в переводе. Не было ещё перевода с тибетского этой книги. Её буквально вот перевели недавно на три языка. Здесь на китайский, на испанский и на русский. Там очень много людей участвовало в переводе. И здесь там три автора. Там один из них там первый сто лет назад жил. Ну, то есть тибетские ламы. Здесь как, ну, это буддийская книга, молитвенная книга здесь написана. Да, это, скажем так, тот шаг, когда мы уже практикуем ежедневные медитации, когда мы выполняем йогу, и когда у нас уже есть круг людей, кармических партнёров, с которыми мы дальше двигаемся к своей цели. С этой книгой мы будем работать чуть дальше, на более продвинутом уровне. У того, скажем так, ну, у кого уже сердце откликнется, и вам будет интересно двинуться дальше. Сегодня у нас вторая встреча. Всего у нас будет пять с вами встреч, вводного характера, экспериментального, на котором мы усвоим основные шаги и найдём для себя кармического партнёра. Вот. Сегодняшний план, план нашей работы, он такой. Так, я попрошу сейчас выбрать человека. Напишите сейчас в чат, для кого вообще проблема структурировать информацию. У кого с этим, ну, большой такой минус, как недостаток, вот прям буквально человеку это чувствуется. Напишите об этом сейчас в чат, пожалуйста. У кого сложность с умением структурировать информацию, напишите об этом в чат. Так, думаю я, Виктория Солнечна. Хорошо. Значит, Вик, ты тогда структурируешь всё то, что мы сейчас будем говорить, по мере возможности. Того, чтобы, когда будут кто-то подключаться чуть позже, у них была возможность увидеть структуру, то есть то, о чём мы говорили. План занятия у нас с вами сегодня следующий. Первое. Мы говорим о четырёх шагах. Второе. Мы знакомимся с практикой Тон Глен. Второе. Мы знакомимся с практикой Тон Глен. Третье. Мы говорим о практике молчаливое созерцание, то, с чего мы начинаем утро. Практика, которая расширяет, скажем так, как рамки нашего сознания при помощи уборки мусора. Это очень интересная практика. Вот. Четвёртое. Мы говорим о домашнем задании более подробно. И в конце, пятое. Пятое. Мы делаем кофе-медитацию. Так, всего пять пунктов. Четыре шага. Тон Глен. Уборка. Домашнее задание. И кофе-медитация. Итак, начинаем мы с четырёх шагов. Сейчас, пожалуйста, ставьте десятку, те, кто уже чётко понимает, что такое четыре шага. Кто ясно усвоил, совершенно чётко понял, что такое четыре шага в кармическом менеджменте. Поставьте, пожалуйста, десятку, чтобы мы понимали. Вот. Из восемнадцати присутствующих двое, трое, так, четверо, пятеро, шесть, семь. Угу. Семь человек, да? Значит, остальные… Ага. Ага. Ну, допустим, то есть половина людей всё-таки так ещё конкретно не освоили эту практику. Я вам скажу на нашем примере, что мы до сих пор сами осваиваем эту практику и вникая в неё. Что означает сами по себе четыре шага? Это ещё, скажем так, древнее знание, древнее знание того, как максимально получить от жизни всё то, что ты хочешь. Об этом писал и Иисус, и Будда, хотя мы договаривались сегодня не упоминать эти слова, так как у нас с вами не религиозное собрание, у нас собрание людей, которые хотят дальше продвинуться в сфере бизнеса и понимать, что в бизнесе не существует конкуренции, что когда мы начинаем жёстко конкурировать, мы тем самым деградируем и убиваем свой бизнес. Я думаю, вы знаете тысячу историй, когда человек доходит до определённого пика в бизнесе, и потом этот бизнес идёт на спад, теряется семья, и человек задаётся вопросом, за что всё мне это? Чтобы мы с вами не повторяли и не шли по кругу, для этого мы будем практиковать четыре шага. Шаг номер один. Это чётко, понять и усвоить свою цель. Ваши коучи вам помогут, потому что достаточно часто мы попадаемся в ловушку так называемых ложных целей. Сегодня у нас будет занятие вечером с нашими коучами, их достаточно большое количество, и это очень серьёзная работа, где мы будем говорить о том, как отследить этапы ложных целей. сейчас каждый из вас для себя может сделать такой внутренний тест и ответить себе на вопрос. Вопрос номер один. Что может мне помешать достичь этой цели? Напишите, пожалуйста, три вещи, которые могут помешать вам достичь этой цели. Три вещи для себя. Если хотите такой тотальной проработки, я рекомендую даже прямо сразу в чат это писать. У себя и в чате писать. То есть три вещи, которые вам могут помешать на пути к этой цели. Так, потеря здоровья. Я, например, когда писала, я написала «смерть». Первая помеха — это смерть. Ну, моя или там кого-то из близких, конечно. Так, самосаботаж. Кто-то у нас такой продвинутый. Кто знает, что такое самосаботаж? «На впевненность у своих силах». Так. Неверие. Низкая самооценка. Хорошо. Страх и неверие. Значит, смотрите, один из таких показателей ложной цели — это когда мы говорим и думаем о том, что моя цель может от кого-то зависеть. То есть, что кто-то мне чего-то не додаст, либо моё настроение будет не очень хорошим, потому что люди со мной не очень хорошо обошлись. То есть, когда в цели всё время будет ещё присутствовать кто-то. Значит, либо это там мечта моей мамы, я хочу её осуществить. Как правило, это не работает. То есть, сложные цели — это когда мы эту цель связываем с реализацией ещё кого-то, кто находится в нашей жизни. Но более детально вы это проработаете со своими коучами. И найти свою цель достаточно, скажем так, непросто, я бы сказала, потому что, когда вы её найдёте, вас уже ничто не остановит. Вы будете себя чувствовать рекой, огнём. И сейчас вот следующий вопрос, на который я попрошу вас ответить, — это с каким природным явлением у вас ассоциируется выбранная цель на данный момент? То есть, такой ассоциативный ряд проведём. С каким природным явлением у вас ассоциируется ваша цель? Водопад, ветер, сияние, отлично, тайфун, так, тайфун, ага, тайфун. Кто-то в живых останется, интересно. Полёт на воздушном шаре — природное явление. Ну, тоже подойдёт такая метафора, классная метафора — полёт на воздушном шаре. И следующий вопрос, пожалуйста, ответьте для себя. Из какой роли вы осуществляете эту цель? Кем вы себя чувствуете, когда выполняете эту цель? Я напоминаю, что в рамках нашего курса примерять на себя роль супергероя — это то, что надо. То есть, это не божественная болезнь, которая… То есть, это не, как в психиатрии сейчас я вспомню, как это прям божественная самоидентификация. То есть, здесь мы с вами стремимся стать сверхлюдьми. Ну, это же, видите, такой закрытый всё-таки формат. Вот я вам по секрету это могу сказать, да, что мы стремимся в себе выработать сверхчеловеческие качества. Но мало того, что стать людьми хорошими, примером для андроидиктов, мы ещё стремимся стать сверхлюдьми. Так. Основа всех основ. Капитан корабля. Отлично. Из роли капитана корабля. Бэтмен. Кто у нас Бэтмен? Бэтмен. Ну, тоже хороший такой образ Бэтмен. Угу. Перун. Прекрасный образ. Хорошо. Угу. Отлично. И сейчас шимусь над мужлевым. Над мужлевым. Тоже замечательно. Потому что стремиться к идеалу — это не значит быть идеалом, да? Но стремиться — это тоже очень хорошо. Хорошо. И теперь, пожалуйста, вы сейчас больше внимания в своё тело, да? И сейчас почувствуйте, какое движение в теле, движение, жест, у вас ассоциируется с вашей целью, на которую вы в данный момент идёте. Что это? Там вот так вот, или там вот так, или так там, да? Или, я не знаю, или вот так вот. Покажите этот жест прям вот так в эфир. Можете показать. Да. Так. Вот так. Отлично. Хорошо. Почувствуйте, какой это жест, который ассоциируется с вашей целью. Почувствуйте, почувствуйте. И сейчас хорошо его даже закрепить. То есть мы с вами, скажем так, наша задача открыть, вскрыть все свои стереотипы, да, и быть достаточно действенным человеком. Вот. Потому что у нас формат не психотерапии, у нас формат коучинга. То есть мы здесь уже предполагаем, что все проблемы с мамами, папами мы уже всё решили. У нас уже всё отлично. Вот. Потому что, когда мы идём к своей цели, вероятно, то, что мы хотим сделать, это нужно людям, да. И вот наши клиенты, зачастую у нас с клиентами, всегда складываются такие же эмоциональные взаимоотношения, как с нашей мамой. Это я вот вам, скажем так, немножко из психологии, из системных семейных расстановок, да. То есть мы всегда на клиента смотрим, как на маму. Вот вспомните, скажем так, как ваш диалог с мамой выстраивается, то есть что это, тотальное принятие и желание поддержки, либо это там обмен взаимными претензиями, недоверием, как тест такой внутренний. Вот. Поэтому без этого никуда, потому что родители — это наши боги. Работая 15 лет в психологии, психотерапии, я всё время вижу, как дети, которые убегают от родительских отношений, попадаются в свою такую же ловушку, в такие же отношения, только ещё в 10 раз под увеличителем стекла. Так, внутрешняя вибрация. Я не знаю, как показать движение ног. Но хорошо бы всё-таки знать, как показать. Если я не знаю, как показать, понимаете, тело — это лучший инструмент для того, чтобы двигаться… Тело создано для того, чтобы двигаться к цели. И те, кто с нами практиковал… Ага, хорошо, вижу, так подтягивайтесь, тоже хочется проснуться, да. И те, кто с нами… А, это Вероника, да. Привет! Я поздравляю тебя! Жена! Молодец, класс! Вероника замуж вышла недавно, поэтому на этих выходных, поэтому супер. Прекрасная пара — Вероника и Гриша. Вот, рада очень тебя видеть. Те, кто с нами практиковал спонтанные танцы, и куча позитивных отзывов, когда за два месяца, танцуя в спонтанных танцах, люди приходили к своим целям. Сейчас вот мне вспоминается один из отзывов нашей ученицы. Она мне его скинула в личку, но разрешила его и в книгу поместить. Она написала, что, в общем, посещая занятия… Ну, она в целом ходила где-то года два на разные виды занятия. Она пишет, сбылись все мои неосуществимые мечты. Когда я пришла к вам, я пришла на грани развода, и с моей свекровью у меня были ужасные отношения, от мужа мне хотелось бежать. Сегодня у нас трое детей, мы живем в доме, где есть солнечные батареи и какой-то там гидравлический пол, ну, что-то мне не совсем это было понятно, и муж мне подарил электрокар. Вот. Ну, это достаточно приятные такие моменты читать, потому что когда мы с вами получаем в жизни материальное подтверждение того, что мы хорошо действуем, что наши цели, они ясные, четки, нас это очень воодушевляет, мы становимся легче, мы становимся легче. Итак, первый шаг — это цель. Второй шаг, второй шаг из четырёх шагов — это найти человека, у которого такая же цель. Вот именно для этого мы просим, чтобы вы очень-очень постарались максимально приложить усилия и буквально сегодня-завтра в группе выложить своё фото и свою цель. Я понимаю, что достаточно сложно, может быть, будет сразу её описать очень чётко, ясно, поэтапно, но старайтесь туда выложить всю свою искренность, всю свою эмоциональность и всё, чего вы от этого ждёте. И во всяком случае ваши помощники, ваши кучи, они постараются вам помочь разобраться с этим, да, то есть найти человека, у которого такая же цель. И сейчас, пожалуйста, напишите… так, тут пишет звук слабый, действительно слабый звук или хороший, нормальный звук, да? Если у кого-то проблемы со звуком, ребят, то перезайдите, перезайдите, просто перезайдите. Мы пишем. Вот, всё это можно будет доступно в записи посмотреть. Так, шаг второй, да? Найти человека с похожей целью. На сегодняшний день нас в группе получается 48 человек, то есть, в принципе, цели достаточно будут похожими, возможно, у одного-два, у одного-двоих людей. Напишите сейчас в чат, у кого уже есть кармический партнёр, кто уже выбрал себе? Так, угу. Кто уже выбрал себе кармического партнёра? Это второй шаг из четырёх шагов. Напишите, у меня есть кармический партнёр? Есть. Угу. Напоминаю, что кармический партнёр — это человек, с которым мы встречаемся один раз в неделю и инвестируем в него в первую очередь своё время. Время считается самым бесценным даром своего кармического партнёра, потому что время мы не можем… Таня, ух, то есть, есть, не в группе, ещё не выбрала. Смотрите, мы, конечно же, рекомендуем вам, потому что это часто задаваемый вопрос. Нужно выбирать кармического партнёра среди людей, которые практикуют кармический менеджмент, либо нет. Вот из практики вам скажу, что достаточно много вокруг хороших людей, да? Но если люди ещё не стали на путь понимания того, что всё исходит из моих семян, не стали понимать ручку, то есть не взяли 100% ответственности за свою жизнь в свои руки, то с этими партнёрами вы будете двигаться, но будете двигаться намного дольше. Вот. Хотя со временем я уверена, что они заинтересуются и кармическим менеджментом, им будет интересно ваше мышление. На всяком случае, у нас так происходит, с кем начинают сотрудничать. Так автоматом люди спрашивают, интересуются, и мы делимся этим. И двигаемся дальше вместе. Поэтому может быть… А коуч может быть кармическим партнёром? В принципе, может быть коуч кармическим партнёром. Тогда вы… Смотрите, когда мы встречаемся с кармическим партнёром, хорошо, когда мы работаем в обе стороны. То есть вы помогаете кармическому партнёру, и кармический партнёр помогает вам. Потому что очень часто из-за вот этой вот в предыдущих постах вы писали, там низкая самооценка, неуверенность в себе, когда мы ещё недостаточно воодушевлены, нам кажется, что мы не знаем, прям, чем мы можем помочь. Вот. Нам кажется, что только мы нуждаемся в помощи. И здесь как раз акцент мы делаем на том, что чем больше вам кажется, что вы не можете помочь, тем больше старайтесь предлагать свою помощь. Этот навык, он вырабатывается в течение жизни. И вот за этот месяц мы должны буквально себя надрессировать, уметь помогать другим людям и в первую очередь инвестировать в них своё время. То есть стараться всё-таки быть полезным. Может быть, вы за этот месяц вообще приобретёте там новую профессию, я не знаю, там станете маркетологом, понимаете. Я, например, вспоминаю, когда я училась в ВУЗе и захотелось нам газету делать, я буквально за два месяца отсвоила навык, умение создавать в пейджмейкере ещё на тот момент материал. И мне потом люди, с которыми я работала, у меня первое образование — социология. И в 2004 году мы работали активно на выборах. И у нас было… Я была директором социологичных доследжений, центра социологичных доследжений. И всем казалось, что я ещё по образованию журналист, который умеет работать с версткой. Но эту профессию я приобрела побочно, создавая эту газету. Понимаете. То есть, возможно, что за месяц из вас кто-то здесь прям приобретёт профессию для того, чтобы помочь своему кармическому партнёру. Вам интересен человек, вам интересна его цель. И ему нужно, допустим, там качественное продвижение. Вот, допустим, Настя Пашкова. Я смотрю, что она параллельно осваивает человек сразу несколько профессий. Она находится в нашей группе. И это хороший пример. То есть расширить свои границы. Вот. Не в институт идти, очередной диплом получать, да? А здесь на месте освоить, приобрести навык ради кого-то. Это шаг второй. Да? То есть мы находим своего кармического партнёра, чувствуем, что мы резонируем с его целью. Она нас воодушевляет. Нам этот человек, нам хочется ему помогать. Такой сердечный друг у вас должен появиться. Вот. И знаете, такое чувство должно быть с кармическим партнёром. Вы должны катастрофически бояться подвести этого человека. Вот лучше всего, чтобы ваш партнёр был таким, вы катастрофически боитесь подвести этого человека. То есть всё, что вы ему пообещали, вы обязаны это сделать. Вот это вот самый лучший кармический партнёр. Шаг номер третий. Шаг номер третий. Я уже его предыдущее во второй вложила, я так чувствую. То есть это стабильная встреча. Мы с вами в первую очередь, когда встречаемся в 5.30 и в 7 метра, мы практикуем здесь стабильность. Стабильность для нашего мозга. То есть наша задача за этот месяц стать ещё более стабильными. С точки зрения семян, вот показатель нашей с вами стабильности. Сейчас у всех под ногами есть пол. Правда? Ну, пол есть. Вот говорят, что пол не происходит сам по себе. Пол у нас есть под ногами, когда мы в прошлом давали кому-то очень хорошую поддержку и опору. И чем лучшую поддержку и опору мы даём, тем прочнее пол под нашими ногами, тем прочнее стены под нашими ногами, тем лучше уровень наших бытовых условий. Вот чем больше поддержки мы даём, то есть мы повышаем уровень ответственности. Я скажу вам так, что у кармических партнёров у вас может быть до трёх человек. У вас может быть три кармических партнёра максимум. Больше троих не берите. Для начала лучше один, максимум двоих. Бывает такое, что вы не можете срезонировать. Бывает. Но лучше изначально посоветуйтесь со своим коучем, кого вам выбрать, потому что времени у нас не так много — один месяц. И работаем мы с кармическим партнёром минимум два месяца. Минимум два месяца и до полугода. Либо до поставленной цели. Либо… Да, да, да. Хороший кармический партнёр, ребёнок. Боюсь подвести хороший выбор. Да. Мы должны бояться подвести человека. Это хорошее ощущение такой ответственности. Ну то есть если это такой мотивирующий страх, не тормозящий, мотивирующий. Хороший пример наш. Так. Понятно по третьему шагу, да, что мы встречаемся раз в неделю, что бы ни было, что бы ни было. Вот если вы хотите, чтобы у вас всё в жизни было стабильно, стабильный доход, стабильные отношения, вы должны это давать другому человеку — стабильность. Болеете вы, не болеете. Конечно же, замечательно хотя бы один раз встретиться в реальности. Но сегодня новые технологии позволяют нам видеться и в онлайне, да. То есть постарайтесь встречаться, если в онлайне, то есть вы друг друга очень хорошо почувствовали, да. То есть чтобы вы видели жесты, лицо, мимику, буквально чувствовали, как в медитации мы чувствуем своего сердечного учителя, вот так же мы чувствуем этого партнёра. И с партнёром мы практикуем внимательное слушание. Вот. Что такое внимательное слушание? Это когда вы буквально каждое его слово ловите как… То есть вы пришли навстречу, и для вас ваш партнёр уже априори является человеком, которого вы воздвигли на пьедестал. Не то чтобы вы стали меньше, но вы его превознесли. И тогда вы его лучше слушаете. Вы его лучший слушатель. То есть мы с партнёром практикуем внимательное слушание. Потом мы точно так же договариваемся с партнёром, чтобы он нас тоже внимательно слушал. Это очень важно. То есть если вы встретились вдвоём, то вы можете время поделить следующим образом. Там 20 минут для тебя, 20 минут для себя. Но первые встречи, они могут быть чуть-чуть там длинными, там час вы увидите. В дальнейшем, вот по собственному опыту говорю, мы можем вместе говорить не более 40 минут. То есть 20 минут в одну сторону, 20 минут. То есть мы отчитываемся о проделанной работе. Отчитываемся буквально о проделанной работе. Я со своим кармическим партнёром прям делаю видеозапись, в конце потом план, и прям по плану всю неделю этот план у меня перед глазами. Хорошо. Вот. И четвёртый шаг – это кофе-медитация. Четвёртый шаг мы с вами завершим сегодня нашу встречу, кофе-медитация, чтобы ещё более подробно было понимание, как практиковать кофе-медитацию. Напишите сейчас в чат, пожалуйста, кофе, слово кофе, тот, кто практикует кофе-медитацию. Тот, кто ежедневно практикует кофе-медитацию. Не раз от раза, а вот именно ежедневно. Напишите, пожалуйста, раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Шесть. Мы сейчас ещё рассматриваем, чтобы найти время и в онлайне проводить совместную кофе-медитацию в 10 либо в 10.30. Это следующий наш шаг. Итак, мы переходим к пункту номер два. Сейчас мы говорим о Тонглен. В общем, всем привет ещё раз. Многие знают, есть медитация такая Тонглен. И буквально она переводится как «давать-брать» с тибетского. И она практикуется отдельно как в одну сторону, когда мы берём что-то плохое, и в другую сторону, когда мы отдаём что-то хорошее. То есть это как отдельные две медитации. Во-первых, сначала обычно практикуется то, что мы берём. И зачем всё это нужно? Зачем это нужно делать? Зачем полезна эта медитация? Получается, что благодаря ей мы учимся, обретаем способность сочувствовать, сострадать и принимать. То есть мы учимся, можно сказать, даже слушать. То есть мы, как Даша сейчас говорила, не превозносим себя выше того, кто рядом со мной. Зачем? Что нам даёт это сочувствие? Благодаря сочувствию мы меняемся, получается. Мы меняемся сами, и мы… Ну это как понимание ручки. То есть мы лучше понимаем ручку, мы меняем мир вокруг нас благодаря тому, когда мы качественно сочувствуем. И мы становимся счастливы. Мы не так счастливы, что там неважно, что у меня там ничего нету, например, что я бомж, мне хорошо, я счастлив. То есть не фиктивно счастлив, когда я там буду делать вид, что я счастлив. А это глубоко, это как человек светится, получается, когда у него горят глаза, когда у него прямо как светится кожа, как будто это счастье настоящее, которое изнутри, удовлетворение, счастье. Это как… Ну про три канала я сейчас не буду рассказывать. И это всё происходит благодаря умению как раз сочувствовать, то есть чувствовать, что чувствует человек рядом. Это и есть как бы связь, потому что понимание ручки, понимание того, что мы создаём всё вокруг себя, когда мы его наполняем своей кармой, своими прошлыми действиями, которые были раньше, мы как бы наполняем эти сосуды. То есть как любит повторять Майкл Русс, что неправильно понимать, что мир – иллюзия. Когда многие буддисты, например, неправильно понимают буддизм, когда они думают, что мир иллюзорен. Мир не иллюзорен, мир реален. Ручка – она реальна. Каждый человек, каждый наш близкий или далёкий, все наши родственники – они все реальны. Но мы их видим, каждый из нас нас видит так, какие у него семена. То есть у нас у каждого свой мир получается, но вместе у нас он такой объективный получается какой-то, который мы не можем увидеть. И вот объективный состоит из вот этой пустоты, которую мы стараемся понять, которая на самом деле… Пустота – это и есть вот эта удовлетворённость, вот это чувство счастья, вот эта пустота. – это как возможность, как это сказать, как потенциал. Это потенциал, и у него нет границ. Мы можем с этой пустотой сделать всё, что угодно. То есть когда мы садим, и когда оно вырастает, и это мы даже не можем себе представить, насколько может быть мир разным и люди разными. Когда вот Даша рассказывала мне сегодня о том, что если просветлённому, например, какому-то человеку, который понимает, как всё происходит, если ему дать какую-то невкусную пищу, для него это будет объедение благодаря тому только, что у него такие качественные семена. Но это не значит, что мы должны давать, потому что когда мы даём какую-то… кормим какой-то гадостью людей, особенно учителей, например, то это мы создаём таким образом плохую карму, естественно. Вот. Но про Тонглиен. То есть мы создаём баланс, мы создаём вот эту связь, мы понимаем, чувствуем и понимаем, что нужно людям вокруг нас, и мы даём им то, что им нужно, и мы получаем от мира в ответ то, что нужно нам. И мы делаем это без страха, потому что страх, получается, блокирует нас, потому что мы боимся потерять то, что нам не принадлежит. мы боимся потерять то, чего у нас нет, но мы не можем быстро это понять и быстро прийти к такому умению так действовать, и так отдавать, и так получать. И поэтому нужно развивать эту способность. Развивая умение давать и получать, мы налаживаем связь с миром, мы постоянно улучшаем вот этот клинк. То есть мы находимся в постоянном балансе. То есть мы делаем шаг на какую-то следующую ступеньку. Он сначала неустойчивый, сначала у нас там трясутся ноги. Вот. И мы так, у меня это получилось, но нужно повторить. И мы возвращаемся назад и повторяем этот шаг. И совершаем его много раз вот на этом, на одном уровне, пока мы уже не становимся на эту ступеньку устойчиво. И мы понимаем, что уже мы можем шагать еще дальше. Мы уже видим, что дальше. Мы уже шагнули выше, и нам уже виден новый горизонт. То, что нам не было видно на предыдущей ступеньке, мы уже начинаем видеть. И вот один из вариантов медитации «Тонглин», когда мы приглашали Виталика и Викторию Тарангулы, это люди, которые организовывали DCI-1, когда приезжал Мария и Питер недавно. И нам провела медитацию Виктория как раз «Тонглин себе», то, что называется. И я хочу сейчас провести такую тоже медитацию «Тонглин себе». Да, может, если кто-то практикует «Тонглин», напишите в чате, поставьте единичку. Да, а те, кто не практикует, поставьте двойку. Те, кто не практикует, ставьте двойку, чтобы мы понимали картину, чтобы у нас вырисовывались наши семена. Так, подавим. Ага, отлично. Супер. Хорошо. Ага. Да. И я хочу еще сказать, что мы… Есть сейчас как бы версии… Ну, во-первых… О, тут кто-то написал… Так, кто-то там в восторге, да, от практики. Наверное, Маша. А, Даша. Даша. Отлично. Угу. Так. И… Значит, что… Что получается… Я хочу сказать, что мы постоянно эволюционируем, ну, как бы там ни было. То есть наше сознание, оно эволюционирует. Мы… Когда мы на новых каких-то ступеньках, когда мы в новых каких-то состояниях, мы не можем уже думать так, как мы были там… Когда мы, например, нас кто-то вывел из себя, когда мы на кого-то злимся. У нас… Мы не можем уже даже смотреть по сторонам объективно и оценивать остановку. Я помню, когда… Я вспоминал неоднократно свое состояние, когда меня достала какая-то по телефону женщина. И я ехал за рулем, и я даже не заметил, какой я дорогой поехал, как я, ну, ощутился там, куда я приехал. То есть, ну, для меня это был какой-то шок. То есть, я не ощущал, что я в каком-то нахожусь там состоянии не таком, как обычно. Вот. А получается, что потом, ну, анализируя, я понимаю, что я был абсолютно в агрессивном, неадекватном состоянии, получается. Вот. И как раз вот эти состояния, я все-таки упомяну об этом сейчас, это то, что… То, что вот из 84 тысяч наших омрачений есть основные три, как бы, вот эти причины. Это то, что… Первое – это неведение. То, что мы не понимаем, откуда берется там человек, например, который кричит на нас. То есть, мы в моменте, мы же не можем часто мудро, мудро ответить или мудро не ответить там на крик. То есть, обычно, там, мы, когда на нас кричат, там, близкий особенно для нас человек, который привык на нас кричать, например. И мы рефлекторно, по привычке можем отвечать ему грубо. Засеивая опять новые семена, которые опять будут вам возвращаться таким же образом или еще хуже. Потому что есть четыре цветка, но мы об этом сейчас не будем говорить. Так, что-то пишет Лена Аудаша. Нет, нет, она Вау Даша пишет. А, Вау. Угу. Я не понял. Хорошо. Не будем стараться сразу много сказать. Давайте вернемся к нашей медитации и садимся с ровной спиной. Если люди практикуют, когда медитацию, они подкладывают себе под копчик еще подушку, так, чтобы было комфортно поясниться. Вот. Можно стопы поставить на пол, кому как удобно. Вот. Вот. И закрываем глаза. И очень важно расслабить уголки губ. Расслабить веки. И немножко как будто втянуть вот попок в себя, как будто живот, чтобы был немножко как втянут. Чтобы было такое маленькое приятное напряжение, чтобы мы выравнивали спину таким образом. То есть это полезно для нашей спины, такое положение. Да. И мы сейчас стараемся успокоить свой ум. Наблюдением за своим дыханием. То есть мы просто считаем вдохи и выдохи. Точнее даже мы считаем, начиная с выдоха, мы должны насчитать десять циклов вот таких дыхания, не сбившись. И если вы сбиваетесь, то вы начинаете соединиться снова. Спасибо. 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 И мы представляем перед собой, как будто мы сидим прямо перед зеркалом, как будто зеркально вот так, как мы сидим перед нами. Мы сидим мы колени к коленям, но мы из будущего. Мы тогда, когда мы уже обрели мудрость не иметь проблем, которые у нас есть сейчас. Такое более совершенная версия себя. И мы смотрим друг другу в лицо и радуемся этой встрече. И мы чувствуем, что наше омрачение, которое у нас есть, это как дым в нашем теле. Мы смотрим на себя в будущем и мы видим напротив это тело, как наполненное светом, как прозрачное и светящееся. А свое, как замутненное страхами. И мы стараемся вспомнить сейчас одну самую важную сейчас проблему свою, которую нам нужно решить. То, что нас больше всего сейчас беспокоит, то, что наиболее важно прямо сейчас. И мы эту проблему. и видим, как вот эта дымка у нас в теле. Мы как пустой сосуд, который наполнен вот этой дымкой, которая не даёт нам светиться, радоваться. И правильно видеть себя и всех остальных людей, наши финансы, наших близких. людей на работе, проблемы с движимостью или недвижимостью. С клиентами. С клиентами. И сейчас мы пробуем почувствовать себя на месте. сидящего перед нами себя из будущего, сидящего перед нами себя из будущего. который хочет помочь нам, помочь нам избавиться от проблем, обрести свободу, обрести независимость финансовую. И мы, сидя на месте себя из будущего, начинаем вытягивать вот эту дымку из себя настоящего. мы как будто своим дыханием, как насосом выкачиваем этот дым и собираем его вот прямо между нами. между лицом одного и другого себя посередине. мы как будто бы трамбуем в такую маслинку размером эту тёмную субстанцию. и мы видим, как очищается тело напротив и начинает светиться. и теперь мы одним сильным вдохом на счёт три мы втянем вот эту маслинку в себя. и эта чернота, она, как только мы её втянем на уровень сердца своего, она нашим светом мгновенно сгорит вот в огне и растворится. и мы готовимся втянуть её в себя сейчас. мы видим этот яркий свет, исходящий из нашей груди. и один, два и три. делаем сильный вздох и видим эту яркую вспышку света и видим чистое сияющее тело напротив себя. и мы возвращаемся в это тело. мы стараемся ощутить, что поменялось у нас в теле. и мы видим свою чистоту, мы видим, как мы светимся. и мы предвкушаем, как мы начнём понимать проблемы, которые у нас есть, правильным образом видеть их корень. и, соответственно, принимать правильное решение, фокусироваться на правильных мыслях, произносить нужные слова и предпринимать необходимые действия, не откладывая в долгий ящик, не откладывая на завтра. и в то же время в общении мы будем терпеливы, будем стараться видеть нашего собеседника, кто бы он ни был выше себя, и будем намереваться проникнуться его словами, уделить максимум внимания его вопросам, особенно, когда они нам кажутся глупыми, потому что ему они не кажутся глупыми никогда. и мы возвращаемся к нашему дыханию. нужно потянуться и медленно открываем глаза. Спасибо. Спасибо всем. Так, пришли в себя. Переходим к следующему пункту – это уборка. Но это вообще один из наших любимых таких пунктов. С этого момента мы прям предлагаем вам стать такими фанатами-чистюлями, вплоть до того, что иметь резиновую перчатку в своей сумке. Представляете, как вам придется поиздеваться над собой. То есть вы открываете, особенно дамскую сумочку, я представляю, там такая реальная резиновая перчатка синяя. Сейчас перед тем, как перейти к этому вопросу, отвечу сейчас на вопрос, можно ли мужа брать в качестве кармического партнера либо жену. Смотрите, сказать, что нельзя, так будет неправильно, но сказать, что это слишком уж выгодная для вас сделка. Кармический партнер – это должно быть вам немножко невыгодно, понимаете? То есть желательно, чтобы это не был ваш родственник. Желательно, чтобы это реально был человек, скажем так, от которого лично вы выгоду вообще никакую не получите. Понимаете? То есть вот акт такой совершенной благотворительности, вот реально, без личной выгоды. Но это не значит, что вы не можете также помогать своим близким. Мы обязаны им помогать. Но и также иметь кармических партнеров, которые не являются нашими родственниками. Угу. Смотрите, вот это задание, я надеюсь, что многие из вас уже приобрели вот эту книгу. Она есть в разных вариантах. Это последнее издание, она есть на украинском языке. У нас есть все издания, но мы их все время дарим, поэтому у нас это последнее издание. Страница 150-я. Кстати, на украинском я бы, конечно, поработал там над переводом. Угу. Такое. Угу. Итак, смотрите, сейчас мы следующим образом, чтобы достаточно проникнуться, сейчас устройтесь поудобно. Это вот формат, который я сейчас выбрала для себя и провожу его ежедневно в 21.00. Те, кто присоединяется, я вас благодарю. Это мой такой обед себе — 30 дней быть в онлайне и дарить это знание людям. Анализируйте, как вы сможете это применить в свою жизнь. Я сейчас почитаю, и на каких-то пунктах мы сделаем такой стоп. «Предположим», я начинаю читать, то есть «Начинать день с молчаливого созерцания», глава 9. «Предположим, что вы поняли, в чём суть огранщика алмаза. Ничто не является таким или иным по своей собственной природе. Иначе бы все воспринимали всё одинаково. Вы также понимаете, что определённое восприятие вещей не появляется из ничего. оно исходит из вас и определяется теми семенами или отпечатками, которые вы ранее создали в своём сознании. А создали вы их своими действиями, словами и мыслями, как плохими, так и хорошими, по отношению к другим людям. И, наконец, вы понимаете, что, зная всё это, вы можете, по сути, создать своё будущее, просто отслеживая свои действия и мысли в течение дня. В результате вы достигли того, что каждый человек на протяжении всей истории вообще её частного проявления в бизнесе всегда надеялся достичь контроля своей собственной судьбы. Сейчас вы знаете, как прийти к успеху. Я бы хотела сказать о нескольких методах дальнейшего продвижения по этому пути и получения максимального удовольствия от вашего успеха. Тибетские мудрецы говорят, что одно дело — прийти к успеху, например, успеху материальному, и совсем другое — этим успехом наслаждаться. Здесь очень часто, кстати, Роуч приводит пример американского актёра, который покончил жизнь самоубийством, который повесился на собственном ремне. Комедийный актёр. Вы его все знаете сейчас. Фильм «Куда приводят мечты». Но если кто-то вспомнит фамилию этого актёра, напишите. Вот он приводит его как пример того, что это достаточно успешный человек, и выглядел он достаточно счастливым, но внутри он был несчастным. И как нам объяснял он, вот на ретрите мы это услышали, да, Руби Вильямс, что внутри он не был счастлив, потому что когда человек достигает определённого уровня, им хочется, чтобы все люди вокруг него тоже могли этим наслаждаться. И когда он понимает, что этого не может произойти, внутри… Почему звёзды начинают заниматься всей тотальной благотворительностью? Не для пиара. Многие – нет. Вот это уровень людей, таких как Мадонна и Брэд Питт. Они не для пиара этим занимаются. Именно потому что они уже не могут быть счастливы сами по себе. Им нужно, чтобы счастливы были те, кто рядом. Уже уровень страны и всего мира. Итак, успехом наслаждаться. В этой и следующей главе мы поговорим о том, как поддерживать состояние счастья на ежедневном уровне, на вашем пути к успеху. Вначале мы должны научиться тому, как начинать свой день. Тибитские мудрецы называли эту практику… А сейчас я хочу, чтобы Вика наша Солнечная прямо записала… или Стас, может быть, ты просто видишь, как называется эта практика. Я хочу, чтобы вы увидели в своем сознании, эти отпечатки получили. Пэн-па-тэнг. Пэн-па-тэнг. Эта практика называется Пэн-па-тэнг. Вот, сейчас запишите ее, отпечатайте ее в своем сознании. Это выражение означает, как задать настрой на весь день, недолго пребывая в тишине в утренние часы. Дословный перевод фразы близок к выражению «выпустить стрелу». Это ежедневное утреннее тихое время, когда вы молча сидите, чтобы подготовить свои мысли к предстоящему дню. Это также критически важно, как и введение шестиразового дневника, чтобы вы смогли справиться с задачей по созданию полного личного и делового успеха в самые ближайшие годы. Мы с вами еще не говорили о таком дневнике. В дальнейшем мы будем его внедрять постепенно, постепенно. «Не может быть все сразу, не может быть все сразу». Корни этой практики уходят в древние учения Будды. Одно из них называется «Книга Золотого Света», которая появилась более двух тысяч лет назад. Возможно, с тех пор некоторые детали мира изменились, но не основные принципы того, как правильно начинать день. Эта глубокая личная практика, которой следует всю жизнь, передавалась от учителя к ученику по непрерываемой цепочке на протяжении многих веков. И вы тоже можете делать ее каждое утро. В самой полной версии этой практики говорится, что на самом деле вы должны начать саму практику накануне вечером. После того, как вы устроились в постели, начните с обзора прошедшего дня, как мы описали выше. Вот сейчас такой будет аналитический момент такой первой кофе-медитации. Более продвинутую кофе-медитацию, мы к ней придем дальше. Это как бы вырастет внутри вас, потому что у многих вопросов, как правильно практиковать кофе-медитацию. Вот наша рекомендация уже тех, кто буквально на шаг впереди от вас в этой практике. Начните с того, о чем мы сейчас скажем. После того, как вы устроились в постели, начните обзор прошедшего дня. Определите три лучшие вещи, которые вы сказали или о которых вы подумали, а потом три худшие. Перед тем, как заснуть особенно, сконцентрируйтесь на хороших вещах и подумайте о том моменте, когда ваш будильник будет звонить на следующее утро. Понятно, еще раз повторюсь. Перед сном мы анализируем и вспоминаем три плохих вещи и три хороших. Анализируем три плохих мысли и три хороших. Три плохих дел и три хороших дел. Если не было дел, то хотя бы на уровне мысли. И концентрируемся на хороших. Да, и самое главное, это просто золотое правило, мы уходим с концентрации на хороших. По высказыванию великих тибетских мастеров «Засыпая», вы входите в мир снов, который во многом схож с сумеречным миром, находящимся между смертью в этой жизни и рождением следующей. Подумайте заранее о ваших первых мыслях в момент пробуждения, в те первые минуты, когда вы подтягиваетесь и зеваете, открываете глаза, когда вы могли уже наверняка заметить из вашего жизненного опыта, эти несколько минут, а на самом деле и весь последующий час, и что-то вроде того, очень важны для хорошего наступающего дня. И лучший способ хорошо начать день — это провести утреннее время в молчаливом созерцании и размышлении. Существует несколько основных техник для проведения практики внутреннего молчаливого созерцания, которые были разработаны ранее. Если вы знаете их и следуете им, то это время, проведенное вами в тишине, хотя бы всего лишь несколько минут в день, станет, пожалуй, одной из самых важных и любимых частей вашей жизни. Эти техники начинаются с поиска места в вашем доме или квартире, где вы собираетесь провести ваше молчаливое созерцание. Можно также зажигать огонь, когда вы это практикуете. Очень помогает, очищает ментальный ссор. Важно, чтобы для молчаливого созерцания у вас было отдельное физическое пространство. В первую очередь мы должны заметить, что делать эту практику в кровати, где вы только что спали и долгое время до сих пор наполнено еще сонливостью и темнотой, не является самым лучшим местом. Кровать – это место, где вы были обязаны на протяжении всей вашей жизни сна молчать, а потом спать. Поэтому, если вы проведете ваше молчаливое созерцание здесь, то, вероятнее всего, вы начнете засыпать. Важно спать, встать в постель и начать двигаться. На Тибете монахи брызгают водой в лицо, затем сильно продувают нос. Те, кто занимается йогой, вы знаете эту практику. Чтобы во время утренней медитации и практики дыхание было неслышным. В нашем монастыре этот утренний процесс обычно звучал, как великая симфония очистки носов. Затем вы чистите зубы для того, чтобы у вас во рту во время молчаливого созерцания был приятный вкус. Приятный вкус во рту, особенно с утра, он очень мощно влияет на нашу гормональную систему. То есть, когда у нас приятный вкус с самого утра, и все так молчаливо, у нас вырабатывается мелатонин, серотонин, и эти гормоны нам дают ощущение удовлетворенности жизни. То есть, состояние «я удовлетворен» жизнью. И на этих вибрациях мы привлекаем к себе такие же идеи, таких же партнеров, и все складывается наилучшим образом. Это еще одна вещь, которая не позволит вам отвлекаться. Далее вы идете выпить какую-нибудь жидкость, скажем, чай, сок или кофе, если вы к нему привыкли. Вы подтягиваете свой напиток и одновременно приводите в порядок место для созерцания. Давайте назовем его «тихое место». Это особый угол в вашем доме или квартире, где вы всегда проводите ваше утреннее созерцание. Самое главное, вы должны иметь возможность уединиться и заручиться согласием вашей семьи, чтобы провести это время без помех. Я знаю, что некоторые деловые люди оборудуют себе такое место на цокольном этаже. Другие, живущие в небольших квартирах, покупают аккуратную японскую ширму и отгораживают угол. И просто не входить в гостиницу с 7 до 7.30. Что бы вы не выбрали, убедитесь, что другие будут уважать ваше тихое место. Не забудьте удалить оттуда все другие источники помех. Опять же, поделюсь с вами опытом своих коллег. Некоторые проводят это в ванной. Прямо в ванной. То есть это единственное место, куда никто не заходит с утра, и там тихо. Это означает отключить телефон, убедиться, что нет поблизости. Все, в общем, достаточно тихо. Если ваше тихое место считается особым местом, почти священным, то все пойдет гораздо лучше. Оно должно быть аккуратным и опрятным. Поэтому первое, что мы делаем, когда проходим туда утром, это приводим его немного в порядок и протираем пыль. И просто поправляем в этом пространстве. Вообще считается, что если эту практику ежедневно проводить, то такие вопросы, как уборка, их вообще не будет возникать, потому что сознание привыкнет к тому, что все всегда лежит на своих местах. И дальше я не буду читать. Основное, в принципе, мы с вами сказали. То есть это такое молчаливое созерцание. Еще в эту практику можно включить, допустим, если вы живете в своем доме. Это утренний обход. Выходите на территорию и буквально убираете 2-3 вещи с утра. То есть для того, чтобы это внедрить постепенно в свою жизнь, лучше такие вещи планировать, лучше планировать. Для этого мы специально отводим время. В субботу в 8 утра мы с вами проведем совместную медитацию на сжигание негативных семян, так как это основные действия. Это очищать наше предыдущее ментальное омрачение и засеивать новые положительные, осознанные, и поливать их сознательно при помощи кофе-медитации. Поэтому, так как в субботу будет достаточно нестабильная погода, мы приняли такое решение. В 8 утра мы встречаемся в онлайне. Если для вас этот вариант подходит, ставьте плюс. В 8 утра мы встречаемся в онлайне, проводим 30-минутную медитацию на сжигание негативных семян. И в дальнейшем… Так, зачем вспоминать плохое? Типа алтарь… Так, значит, зачем вспоминать плохое? Хороший вопрос. Значит, зачем вспоминать плохое? Мы вспоминаем, анализируем свой негатив и принимаем, скажем так, разумное такое решение постараться больше этого не делать. В дальнейшем мы будем очень, скажем так, еще больше практик делать на то, как… Есть такое понятие «выкорчевывание». Мы сейчас об этом не говорили о выкорчевывании. Но это чуть-чуть позже, не все сразу. То есть мы вспоминаем плохое, чтобы осознать, что мы это сделали, словить это… Чтобы вспомнить потом, когда мы будем делать вот эту практику утром, и мы там будем вспоминать наши реакции привычные, и мы будем в этой молчаливой медитации, мы будем планировать, как мы поступим в такой же ситуации правильно. То есть мы вспоминаем, чтобы не забыть об этом в своей практике. Потому что мы все вещи какие-то рефлекторные, которые мы механистически делаем, мы их не замечаем. А если замечаем, то тоже быстро забываем об этом. Ну да, кричим мы, как правило, не потому что в этом есть необходимость, а потому что мы привыкли так самовыражаться. И важно здесь не винить себя. То есть вот этот нюанс очень важен в выкорщевании себя, но мы будем об этом в субботу упоминать многократно. Что нужно не винить себя, а сожалеть. Да, разумное сожаление. И создавать намерение в следующий раз поступить так, как нужно. Но там будут следующие подводные камни. Я уже это просто знаю. Там мы будем давать обеты, так больше не делать. И люди стараются сразу там обет себе на всю жизнь дать. Я больше так не буду делать. Соответственно, их нарушают. И в сознании формируется такая привычка, что я не могу соответствовать своим обетам. Поэтому мы сейчас в это не углубляемся. И благодарим вас за такое заживание сразу туда на глубину. Но постепенно едим слона. Ребят, постепенно. Я понимаю, вы все супермены. Реально все супергерои. Правда. Правда. Вы просто сейчас это почувствуете. Насколько круто то, что мы сейчас делаем. И вы находите на это время. Значит, у вас есть для этого семена. Слышите это, понимаете? Вы уже создали себе эту реальность. И в субботу нам предвещают плохую погоду. Ну, для нас лично с остальством не помеха и по плохой погоде поубирать. Но мы предлагаем так. В восемь мы встретились, поработали до восьми тридцати. И дальше уже примем решение. Встречаемся ли мы в три часа на Трухановом острове, чтобы сделать тотальную уборку Труханового острова. Почему мы выбрали это место? Там наш друг, он строит ретритный центр для своего учителя. Просто посмотрите, как это выглядит. Человек вообще находится в тотальном служении. Он чемпион по ушу. Достаточно хороший бизнесмен. Вообще очень креативный парень. Мы с ним, может быть, и не встретимся там. Но мы хотели бы вот эту практику уборки посвятить этому месту. Потому что он делает вообще что-то невероятное. Вы на это посмотрите. И с трех до четырех, если погода вот такая, даже как сейчас, без дождя, я предлагаю, чтобы мы там встретились. Опять же, кто за, напишите, я за, вот я за, встретиться в субботу в три часа, час один поубирать. Вот реально толпой. И считается вот эта практика уборки, что лучше всего это делать именно в том месте, где есть люди. Я понимаю сейчас вопрос у тех, кто не с нами в Киеве живёт. Что мне делать? Я сейчас отвечу на этот вопрос и вижу. Алла, да? Интересуется. Значит, смотрите. Те, кто живёт не в Киеве, вы вместе с нами делаете практику очищения семян, а потом также планируете и также идёте её отрабатывать. Но без нас. Но думая о том, что мы тоже это сейчас делаем. То есть лучше такие вещи планировать, чтобы сознание уже начало очищаться. Какая наша с вами задача? Я хочу сейчас вклиниться тоже. Вклиниться. У Даши был такой казус недавно. Она клиентке, которая живёт на Кипре, порекомендовала тоже вот убирать на улице. Она говорит, а ничего убирать? Да. Здесь нету, ничего на улицах никто не бросает. Я с ней постоянно попадаюсь в казус, и когда я порекомендовала ей найти одинокого человека, она говорит, у нас на Кипре нет одиноких людей. Но она нашла. Все по элитным, да, домам престарелым стоимостью, там, месяц тысячу долларов. Потом, когда мы с ней работали с омрачительными эмоциями, я говорю, ну, представь, что ты на улице встречаешь там выпившего неряшливого отитого человека. Она говорит, у нас таких нет. В общем, круто. Приходится действовать по-другому. Но зато цыгане у них есть на Кипре. Поэтому везде мы найдём, с чем поработать. Значит, цель вот этой практики уборки. У нас зачастую то, чего мы хотим и хотим неправильно, у нас этого очень мало. То есть, когда мы неправильно привязаны к деньгам… Так, поблизости, но у меня… Это надо на первый этаж спуститься, там доллары лежат. Тут нет денег, тут кабинет. У нас неправильное понимание денег само по себе, вот привязанность. Для нас, допустим, бумага, которая нарисована 100 долларов, она имеет ценность, да? Ну, мы её не выбросим, да? А просто бумага мы её можем выбросить. Вот практика очищения и уборки, она предназначена для того, чтобы убрать вот это вот плюс и минус отношения к вещам. Здесь важно не убирать ни с мыслью, что вот такие-сякие понабросали. Ну да, как все уборщицы, вы знаете, да, все же уборщицы, они же, ну вы знаете, они всегда знают, как управлять страной. Ну это вообще, то есть это аксиома. Наша с вами задача, убирая вещи, особенно которые лежат в общественных местах, это акт посвящения, очищения мира в целом. Когда мы делаем что-то такое вообще для всех людей, мы хотим, чтобы люди жили в более чистом мире, в нашем сознании происходят невероятные трансформации. Убираются те блоки, которые нам не позволяют увидеть реальные источники дохода. Понимаете? Потому что самый частый блок, с которым мы сталкиваемся в работе с людьми, это вот если человек понимает, что он сразу не заработает много денег и сразу не решит свою проблему, он не хочет действовать, его это не стимулирует. То есть неправильное понимание, зачем нужен бизнес, да? Как бизнес развивает тебя как Личность? Идёт очень большая привязка к большим суммам. То есть опять хочется слона, понимаете? И следующий этап – мы боимся этого слона. Вот. Поэтому практика убирания, она очищает наше сознание, наша привязанность к вещам. Я, скажем так, слышала, что семья одна достаточно, ну и так, обеспеченная. Они с мужем начали убирать, и они представляли себе, ну мы сейчас тоже взяли себе это за практику. Это советуют нам, учителя рекомендуют именно убирать. Когда вы убираете, мы как бы даём уважение этой бумаге, которую мы убираем, там, которая валяется, и убираем её в мусор. Мы ей даём уважение. Когда мы убираем бумагу, это мы представляем, что это нам бумажные деньги будут в десятикратном размере нам приходить. Мы представляем, что это там купюра 100 долларов, например, мы убираем. И что нам вернуться там в десять раз эти 100 долларов потом. Если это там пластик, мы представляем, что это пластиковая карточка, например, у нас безлимитная. Знаете, есть в швейцарском банке, я совершенно недавно услышала от Виктории Тарангу, говорит, у меня есть подруга в Швейцарии, у неё есть пластиковая безлимитная карточка банковская. То есть она может пользоваться каким угодно количеством денег. Но я, честно говоря, об этом не знала. То есть безлимитная карточка. И это работает. И эта практика, когда она пришла к одному из, скажем так, мудрецов, у него открылся дар, он начал видеть драгоценности под землёй. Но он посвящал эту практику очищению сознанию всех живых существ на планете. То есть когда мы с вами будем это делать, ещё настроимся. У кого есть вопросы, с каким намерением как это делать, то есть с намерением, что я очищаю мир для себя и для всех остальных. Понимаете? То есть радоваться, что вот эти люди, которые сейчас вокруг, они реально, ну им станет легче дышать. Понимаете? То есть посвящать это остальным. Вот это вот обязательное такое внутреннее намерение. Вот. И мы плавно переходим… Я хочу ещё сказать, что если мы видим этот мусор… Мы вот недавно с Дашей вечером были в Вышгороде, и я говорю, блин, я раньше как будто обращал внимание, что Вышгород настолько там чище Киева, например, а сейчас я вижу этот мусор. Она говорит… А Даша говорит, а я не видела, пока ты не сказал, я не видела, что там мусор валяется какой-то. Вот. И когда мы видим этот мусор, то есть он же тоже нам отображает какой-то мусор у нас где-то, где мы его не видим на каком-то духовном плане, на каком-то невидимом плане. И мы должны с этим мусором работать как снаружи, так и внутри. Убирая физически, мы помогаем ему убираться и на тонком уровне. И точно так же и наоборот. И мы работаем комплексно, получается. Да, мы когда были в Таиланде, одним утром мы проснулись, а мы прям на берегу жили. Ну, прям вообще вот на берегу. И смотрим, а там просто толпа школьников чистит пляж. Ну, мы так немножко присоединились, но до сих пор очень приятно и радостно это вспоминать. Я это включаю периодически в свою медитацию. Вот. И мы переходим с вами сейчас к совместной кофе-медитации. Сейчас, пожалуйста, мы выполним тот формат кофе-медитации аналитический, который мы уже проговорили. Вот за сегодняшний день сейчас, вот буквально запишите себе и я тоже, три таких омрачительных мысли. Когда вы вместо вот так вот сделали вот так вот там, не порадовались за чей-то успех. Была возможность дать, допустим, человеку денег, вы, ну, зажали вот реально, почувствовали что-то, сколько же можно там. Вот три таких недовольств, проанализируйте, да, проанализируйте три этих вещи. Или, допустим, там вас любимый человек попросил там приготовить чай как-то так, а вы ему сделали по-своему. Да, вот это сделать по-своему, это нас вводит в дальнейшем, потому что потом это нам возвращается в десять раз, нам потом делают так же по-своему, в десять раз. Кайфа медитации. Ну да. Вот. И, соответственно, теперь три вещи хороших. Вот то, что мы здесь собрались, класс, класс. Я увидел тех же людей, которые идут в том же направлении. Супер, супер. Можно ли делать, допустим, кофе-медитацию, представляя, что будет хорошего? Можно. Можете даже сидеть и фантазировать. Сейчас я там пойду, найду какого-то там человека, которому нужна помощь, и причиню ему добро. Можно использовать в кофе-медитации? Можно. Если вот вы намереваетесь это сделать. Потому что в кофе-медитации самое главное – это анализ и намерения. Анализ и намерения. Для тех, кто только начинает кофе-медитацию, я помню, задавали вопрос, не будет ли это таким самолюбованием и не войдет ли это в такую эгоистическую позицию самосозерцания. Если вы чувствуете, что вы эгоистично созерцаете свои хорошие дела, то можете за этим смотреть как за фильмом. То есть не самому испытывать эти чувства, а смотреть, как вы делаете это в сюжете в каком-то. Вот. Но когда уже нет у вас этого страха, что я там войду в самолюбование, то просто радуетесь. Такая тихая, спокойная радость. Вот. Ну и последнее – это домашнее задание. Вот я хотел сказать, сейчас тоже пришло в голову, когда часто мы не знаем, как помочь, например, человеку, если вот там у меня, я хочу чего-то добиться, ну, я не знаю, предположим, у меня там нет денег, и я, значит, должен дать денег, или это плохой пример. Ну, в общем, если я чего-то хочу, и я должен найти этого человека, который того же хочет, и, получается, у меня проблема возникает, что как же я ему могу помочь, если я сам не могу этого добиться, этого прийти к этому, да, дать ему то, что у меня нет, как я могу это сделать. И тут, получается, мы ищем вот этот баланс, потому что мы можем помочь, получается, кому-то своим примером. То есть если это материальный достаток, то есть кому-то не хватает денег, мы, понятно, мы там должны давать деньги, но мы должны своим примером показывать, увеличивая свой, там, приход финансовый какой-то, доход. Мы своим примером показываем. И мы улучшаем и своё положение во всех сферах, и мы улучшаем и положение окружающих, потому что мы не можем быть счастливы, когда вокруг нас несчастны. Есть Синди Дейл, рассказывала про свои эксперименты. Это специалист по чакрам, американка Даша у неё учится. По её книгам я учусь, у неё я не учусь. Хорошо. И она рассказывает, когда она давала эксперимент, и она там рисовала, в общем, сто смайликов, и раздавала там была аудитория, там сто человек, и одному там человеку, например, давала смайлик, который грустит. Вот. И вот этот один человек, ну, они там отслеживали состояние на чьём-то там конкретном примере, когда вот это окружение, по состоянию окружения. И вот когда все были там, получили бумажку там со смайликом, который улыбается, было радостное там состояние. Когда там один из ста там получил смайлик, было это состояние уже другое. Грустное, да? Грустное. Грустное было состояние, да. Вот. То есть даже один из ста человек, то есть может влиять на нас, если он грустит. Ну да. Это как вот эта пословица мне сейчас приходит на ум, да, что бочку мёда мы можем испортить ложкой дёгтя. Вот. И наша задача с вами отслеживать в себе вот эту вот ложку дёгтя. Хорошо. А это домашнее задание? Да. Значит, что мы делаем? То есть это, кто не поставил фотографию там со своей целью в группе, мы ставим эту фотографию и цель. Вот. И там можно представиться, я там такой-то, такой-то, занимаюсь тем-то, тем-то, цель такая-то. Ну да, там есть примеры. Просто по примеру любой, который вам понравится, выберите, сделайте так же. Да. И мы стараемся делать ежедневно отчёт, что я сегодня что-то делал для продвижения к своей цели. Мы можем не писать подробности, мы можем просто поставить, вот вспомнить себе в голове и поставить плюсик. Просто поставить плюсик. Зайти… В отчёт именно поставить. В отчёт, в комментарии у себя, к своему посту поставить плюсик. Или минус, или оценку какую-то там по десятибальной шкале. Лучше всего оценивать себя по десятибальной шкале. Можно написать, там, дата сегодня, там, 14.06. Плюс, там, я сегодня стал немножко ближе к своей цели, я сегодня что-то делал для неё. Можно не писать подробности, просто плюс. Или если ничего не делал, ставить минус. Но, опять же, мы ставим минус, и наша задача – не винить себя. То есть наша задача – не критиковать себя. Анализировать. То есть я ничего не делал, но так получилось. Анализировать. Вот. Значит, завтра… Это практика правды. Это практика правды. Вот. И это практика создания своей жизнью стабильности. Я вам хочу честно сказать, что всегда, вот, выполняя подобные отчёты, желание делать их приходит на 21-й день. То есть все 21-й день, каждый вечер, когда ты приходишь домой, там уже ты хочешь хотя бы, если не поесть, то уже хотя бы поспать. И ты думаешь, ну ладно, 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 уже там 10 дней писал, сегодня там можно пропустить. И в этот момент вы садитесь и пишете хотя бы одну минуту, одну минуту. Таким образом вы создаёте в своём сознании отпечаток стабильности. И я вас прошу, пожалуйста, ну не делайте на пятёрку вот этих мега-отчётов там, чтобы… Если кто-то хочет, может написать там какую-то фразу. Да. Ну очень быстро выдыхаться. Делайте, ну на тройку, реально, ну на тройку. Пожалуйста, не стремитесь делать хорошо. Пожалуйста. Потому что хорошо мы стремимся, мы понимаем, что мы хотим хорошо. Вот. Итак, подводим итог сегодняшней встречи. Мы поговорили с вами про четыре шага. Мы поговорили о том, что такое Тонглен. Теперь Тонглен тоже входит в нашу ежедневную практику медитативную. То есть по утрам мы теперь кроме медитации учителем будем делать ещё Тонглен. Третьим мы поговорили про очистку своего сознания через уборку мира. Особенно здорово это делать при людях. И реально радуюсь, что вы делаете для них что-то прекрасное. Вот. Мы ещё раз закрепили кофе-медитацию. Вот этот начальный такой шаг кофе-медитация. Вот. И мне ещё раз хочется показать, просто это такая красивая вещь. Вот вы себе не представляете… Да, здесь изображение Майкл Роуч на фотобанке. Знаете, почему это круто? Потому что люди, которые это всё делали, это не профессиональные верстальщики. Знаете, это не… Они не получают за это деньги. Вот. То есть это вот… Ну, мы хотели, честно говоря, в этом тоже принимать участие, но в следующий примем участие. То есть это вот распределяют между собой. Это вот те древние знания, о которых я вам говорила про проект ICIP, да? Которые находятся там… Одна из последних книг нашлась, например, в Питере. Майкл Роуч нашёл её в Эрмитаже. Эта книга каким-то образом попала. В общем, это так невероятно интересно, красиво. И самое ещё главное, что на сегодняшний день, чтобы все эти знания перевести на английский язык с тибетского, а в дальнейшем на другие языки, нужно… Чтобы перевести за 200 лет эти знания, нужно 150 переводчиков. На сегодняшний день переводчиков, ну, человек, может быть, 20-30 наберётся по всему миру. Ну, может быть, 50. Представляете? То есть и мы реально с вами… Ну, это дальше, если кому-то будет интересно углубляться в этом. Вот. Поговорим. Так что мы желаем вам хорошего дня. Сегодня будет встреча в 20-30 с нашими коучами. Вот мы продолжаем дальнейшую работу. Благодарю всех за внимание. Давайте в нашем сознании создаём опять этот потолк благодарности. Прямо в чат сюда пишем свою благодарность, благодарность каждому присутствующему. Да, спасибо, что вы все пришли сегодня. Признательность. Очень хорошее такое, мощное слово. Меня очень часто спрашивают, знаете, а если я не испытываю? Вот если ты не испытываешь, первые сто раз сделай вид, что ты… Ну, скажи это, да, как наденьте маску добродетель, глядишь к лицу и прирастет. То есть мы тренируемся быть успешными. Мы тренируемся в отношениях друг друга любить. А потом это приходит. Да, то есть мы изначально можем этого не иметь. Иначе тогда смысл этих сборов. Всё? Ага, очень благодарна. Всё вам тут желают. Ага, кожному персональному. Взаимно. Взаимно. Видите, такой поток. И вот мы смотрим, и в нашем сознании эти отпечатки. Это очень мощно наблюдать, очень мощно. То есть отпечаток – это когда мы видим отдающую нашу руку. Наблюдаем, наблюдаем. Когда мы видим, что мы кого-то бьём, значит, мы вот этот отпечаток, вот он, что мы кого-то ударили. И нам потом эти удары возвращаются. И вот эти удары, когда у нас кто-то кричит или ещё что-то, или мы ударились, в ДТП попали или ещё что-то. И мы, да, и мы должны понимать, что это мы посадили, да. И когда мы видим свою дающую руку, потом этих рук, они вырастают, и они нам отдают назад в разы больше. Это каждый день удваивается, считается. Ну, видите, мы со Стасом такие хорошие фанаты всего этого движения, в прямом смысле этого слова. И дальше всё будет глубже, более детально разбирать там, откуда у нас берутся семена того, что мы можем что-то там терять. То есть как прорастает зависть на материальном уровне, как мы это можем видеть на потере своего имущества. Так что всё, ребят, всем хорошего вечера, хорошего дня, до встречи! До свидания! До свидания!